Мы ехали на встречу с избирателями. Накануне депутат Государственной Думы Починок работал до половины пятого утра в Думской комиссии. В Магнитогорск вылетел первым утренним рейсом. И поскольку дороги у нас было добрых полтора часа впереди, мы включили камеру лишь после того, как Александр Петрович немного поспал. Как выяснилось, да вы и сами это видели по телетрансляциям, в зале заседания Госдумы он не спал никогда. Я состою в одной партии, из партии в партию не бегал. Еще уважаю людей, которые принадлежат к определенной партии. У меня очень хорошее отношение, вот, будете смеяться, с Рыжковым, например, он говорит, ну, Саша, пошли ко мне. Очень хорошее отношение с войсками, с космонавтом, с Севастяновым, если говорить о коммунистах, я уже не говорю про наших демократов. Но я отставил позицию нашей, считаю, что она верная. И наша позиция, наша политика во всех странах, где ее реализовывали, везде сработала. Я напомню, что в России мы не находимся в власти с конца 92-го года. То есть мы являемся, увы, оппозицией. В 20 с лишним странах, где люди, исповедовавшие наши позиции, были и находятся сейчас в власти, результаты налицо. Можно посмотреть. Александр Петрович, а какие мысли в основу тот факт, что к власти в Польше пришел, в общем-то, коммунист? Вы знаете, я посмотрел первые шаги Квасневского. Он еще радикальнее, чем Валенса будет. То есть коммунист будет нашу монетаристскую программу Гайдара воплощать. И что интересно, только что в Польше собирались все приватизаторы, что ли, из всей Европы. Они сказали, вот мы ругаем свою, и правильно ругаем свою приватизацию. Но они сказали, если бы его можно, мы бы сделали, как в России. А финансовая политика чисто будет проводиться именно так, как требовал и предлагал Гайдар. В этом я полностью уверен. Я знаю, кто сейчас занимается финансами в Польше. И это будет очень радикальный президент. Другого пути просто нет. Это он на выборах был, социал-демократ. Александр Петрович, Останкина проводила конкурс «Лидер прогноза». И я слышал, что вы выиграли почти все конкурсы. Или я ошибаюсь? Даже не почти все. Все конкурсы. То есть и у Глобы, и у всех остальных участвовавших там. Причем с большим отрывом. Откуда это у вас? Я не знаю. Вроде стараюсь рассуждать и представить, что будет. А там же вопросы были всякие. И когда утки полетят, и когда грибы будут, и какой курс доллара будет, и почему бензин будет, вот удается так угадывать на 2-3 месяца вперед. Встреча в зале Дома культуры Ногайбахского районного центра в селе Фершампенуаз изобиловала неожиданностями. Первая из них – отсутствие двух из шести кандидатов в депутаты Госдумы. При полном составе предполагалась дискуссия. Но поскольку случился недокомплект, гневные стрелы критики со стороны избирателей обрушились на голову ныне действующего депутата, вроде как представителя российской власти. Александр Петрович, вы, Головлев снова баллотирует с кандидатами в депутаты. И не окажется ли так, что придя снова в Государственную Думу, опять же вопросы не будут решены. И сколько нам ждать лучшей жизни. Вы сами видите, какой состав Думы получился. Я еще раз повторю, что нам приходилось работать в тех условиях, когда у выбора России было 50 депутатов из 450 депутатов Думы. У нас не было большинства ни по одному вопросу. Но несмотря на это, несмотря на то, что мы были в меньшинстве, я вам еще раз повторю, я гарантирую, что уже приняты законы, даже вот эти слабенья, они обеспечены то, что в следующем году мы реально остановим рост цен. Это я вам как специалист могу гарантирую. Все. Этот период накрутки цен закончился. Мы заткнули дырку эмиссии, которая шла постоянно через Центральный банк. Прекратили это. И самая главная проблема, самый тяжелый налог будет погашен, не будет инфляционного налога. Уже одно это покажет то, что мы провели там время не зря. Я хочу понять, как вы толкуете слово демократия и где в мире подлинная демократия существует. Ведь самое дело, что вот демократ, это Гайдар, я сам прекрасно слышал, как он призывал к гражданской войне по радио по всему Союзу. Не надо так говорить. Не призывал Гайдар к гражданской войне. Что же вы, ну, извиняюсь, брешете-то? Я знаю хорошо Гайдара, знаю все его выступления. Я еще раз повторю, что мы, партия, выступающая за мир и протестующая против войны, всегда и везде. И наши депутаты были во всех горячих точках и пытались остановить то, что можно. Не говорите глупости, пожалуйста. У нас шло заседание комитета вот с пятницы до воскресенья, до 4 утра. Непрерывно смотрели поправки к бюджету, нашли 2 триллиона дополнительно сельскому хозяйству. Еще добавили. За счет чего, скажу честно. За счет расходов на выборы президента, за счет программы повышения правовой культуры граждан, за счет расходов на государственное управление, 700 миллиардов, и за счет расходов, которые идут так называемые на восстановление Чечни. Почему так называемые? Потому что это черная дыра. Вы помните, я вам обещал, что напишу закон о счетной палате. Его написал, приняли закон, сформировали счетную палату, появился орган, который начал проверять, куда расходятся бюджетные деньги. Это фантастика. Только после двух недель работы аудиторов счетной палаты в Чечне нашли документы, подтверждающие, что украдено было на восстановление где-то 700 миллиардов рублей. Это только первый такой прикид. То есть там получилось как? Если говорить на чистоту, работают строители местные, здорово работают днем, с утра до вечера, ночь наступает, приходят на стройку, снимают оконные переплеты, отколупают плиточку, снимают полы, уносят, ну все понятно, там же все разрушено. Больше того, не доходит почти ничто поступающая техника, стройматериалы в эшелонах в Чечню. Единственная область, которая поставила честно все как положено, ну как всегда оказалась в Челябинске. Потому что в счет уплаты налогов наши предприятия действительно добросовестно направили туда то, что необходимо. По остальным проверка показывает нечто ужасное. Ехать нам пришлось вместе только до развилки перед Челябинским трактом. Потому что наш путь лежал в магнитку, а Александра Петровича в областной центр и далее в Иркутск, еще по нынешним депутатским делам. Разговор о политических прогнозах зашел еще раз как бы сам собой. Может быть, вы с нами сейчас поделитесь прогнозом на будущий год? В чем я уверен? Я абсолютно уверен, что рубль будет твердый. Поэтому деньги нужно хранить в рублях и в надежном банке. Я уверен, к сожалению, что нам не скоро удастся погасить конфликт в Чечне. Но надо стремиться, чтобы войны не было. К сожалению, у нас будет очень бурная, очень тяжелая президентская кампания. И тут уже я надеюсь, мне хочется надеяться, чтобы был достойный президент, сильный президент, который мог бы управлять страной твердо. Кто им может быть, Александр Петрович? Им может быть человек, безусловно, грамотный, умный, демократических убеждений. Человек, который бы не повернул Россию вспять. Им должен быть такой. А будет какой? Я надеюсь, что таким и будет. Вот видите, здесь я немножко даже кривлю душой, может быть. Но мне это очень хочется. И я почему-то уверен, что удастся убедить людей, что так и будет. Вот это та часть прогноза, на которую можно повлиять. Это та часть прогноза, которую мы своими руками можем добиться.